Конечно, нервы есть, но все равно главное успокоиться, чтобы не нервничать и не растеряться. Выпускники 4-го лицея пытаются настроиться на предстоящие испытания, хотя эмоции переполняют. Ведь теперь экзамен по сочинению не репетиция, а сдача предмета на зачет. А вот Влад Бакаев настроен решительно, уже определился с направлением сочинения. Это точно будет про любовь. Ну да, книг пришлось прочитать, но от самого написания оно дает как опыт раскрытия тем, и вообще развивает речь. На экзамен через металлоискатель. И в этом году пренебрегать вопросом безопасности не стали. Собой выпускникам разрешается брать только гелевую ручку, паспорт и орфографический словарь. По каким темам предстоит писать сочинение, выпускникам пока неизвестно. О них он не узнает за 15 минут до начала экзамена. Рекомендуемый объем не менее 350 слов. На все отводится 3 часа 55 минут. На этот раз итоговое сочинение старшеклассникам разрешили писать в родных школьных стенах. Тем не менее, условия проведения ничуть не отличаются от главных итоговых экзаменов. Во время работы в учебном кабинете запрещается иметь при себе средства связи, фото, аудио и видеопровод. По каким направлениям будут темы сочинения, выпускники знали еще в сентябре. Нынешним 11-классникам Рособорнадзор предложил порассуждать о времени, доме, пути, любви, а также о годе литературы. Критерием для хорошей оценки послужат соответствие темы, аргументация, знание литературного материала, композиция, качество письменной речи, ну и, конечно же, грамотность. Дети волнуются, и здесь, конечно, кто больше, мы педагоги или дети, поэтому, наверное, детей можно просить за это какое-то определенное возбуждение сверхмеры. Ну, мы все верим в наших детей, надеемся, что все у нас сегодня получится. За хорошо написанную работу поставят зачет и допустят к итоговой аттестации в конце года. Для тех, кто не справится с первого раза, организуют еще две попытки – в феврале и в мае. А вот результаты своего сочинения выпускники узнают только через две недели. Екатерина Волкова, Дмитрий Примачек. Наше время.